Всем большой привет! Вот смотрюсь на себя, уже переснимаю в который раз. Просто вот не знаю, никогда не считала себя фотогеничной, но тем не менее, всем привет! Большое спасибо, что вы решили зайти ко мне в гости и уделить свое драгоценнейшее время и внимание на просмотр или прослушивание этого ролика. Сегодня у нас будет очень актуальная тема, а именно бюджетный аромат из магазина L'Etoile. У меня были скопленные баллы и с этими баллами у меня цена каждого флакона получилась в 300 рублей. Согласитесь, очень заманчиво, очень интересно, но даже если у вас нет этих накопленных баллов и без этого ароматы стоят даже можно сказать дешево. Самый дорогой аромат из этой подборки будет стоить 799 рублей, а два остальных намного меньше. Ну что, заинтриговала, наверное? Давайте, наливайте чаек. Подливайте чаек, берите какую-нибудь вкусняшку, и мы все вместе с вами будем начинать распаковку. Итак, мы с вами переместились в более привычное для нас место, а именно мой стол, мои руки. И вот такой вот, кстати, у меня сегодня красивый декор. Посмотрите, какая красота. Это цветы, которые мне подарили буквально позавчера в связи с профессиональным праздником. И в связи с этим же профессиональным праздником я решила себя порадовать тремя бюджетками. Ну, что тут уж скрывать, давайте-ка мы их откроем, чтобы вы полюбовались на этих трех красавчиков-представителей бюджетной парфюмерии. Самый дорогой аромат из этой подборки, как я вам и говорила, будет стоить 799 рублей. Это фирма Alchemist Parfumery, турецкая фирма, если я не ошибаюсь, а именно линейка Таро Карты. У меня уже есть два аромата из этой подборки, я их вот тут вот рядом положила. И для красоты я их скоро сюда поставлю, когда мы будем вскрывать вот этот вот аромат. Изначально я хотела купить именно этот аромат с жар-птицей, который вот здесь вот изображен. Многие его сравнивали с Dolce & Gabbana, Light Blue и с чем только не сравнивали. Очень много хвалебных отзывов я слышала про этот парфюм, и поэтому он меня на самом деле интересовал больше всех. Но черт меня дернул, я купила два других аромата, о которых я не могу сказать, что я жалею. Они тоже каждый по-своему прекрасен. И сейчас они у меня уже немножечко отстоялись, стали более устойчивыми. Все там уже перемешалось в химическом, физическом плане. И поэтому тоже какое-то, могу сказать, уже свое мнение, более-менее сформировавшееся. Второй, ой, смотрите, он такой весистый. Это Green Ceremony Water Stories. Я так поняла, что это, по-моему, был какой-то российский бренд, если я не ошибаюсь. Изготовитель Lauren Cosmetic. Ага, Lauren Cosmetic. Я, по-моему, в Литвуаль видела даже Lauren Cosmetic, вот именно средства по уходу для кожи. Возможно, получается, эта же компания создает свою парфюмерию. Об этой линейке я не знала ничего, но тут и там где-то мелькал вот этот вот флакон Green Ceremony. И очень меня соблазняла цена в 500 рублей. За 100 миллилитров, ну, это практически даром я вам скажу, потому что обычно бюджетки делают в среднем, ну, либо 30, либо 50 миллилитров. Например, вот эти вот два флакона, они по 50 миллилитров. А здесь вот прям берешь в руки и сразу чувствуется такой вот, знаете, вес. Ну, что это за аромат, мы узнаем чуть позже. И третий, уже более, наверное, разрекламированный, распиаренный аромат в том же YouTube, это Rental Tales Arabian Night, который многие сравнивают с Montal, Montal, кафе, там что-то, что-то там. Я не любитель вот таких вот ароматов, Montal вообще не люблю, не моя история совершенно, но тем не менее, зимой все равно хочется чего-то такого сладенького, густого, даже, возможно, приторно-сладкого, попослепательного. И я решила взять вот такую вот водичку и попробовать, понравится мне или нет. Кстати, у кого я увидела впервые, ну, по крайней мере, то видео, какое я посмотрела, впервые увидела этот аромат, это был блогер Верунчик. Мне очень нравится эта девушка, как она описывает ароматы, все четко, по существу, не то, что некоторые, не буду тыкать пальцем. Ну, и так, давайте мы сейчас начнем вскрывать, давайте мы все-таки начнем с этого аромата. Шуршалки я постараюсь убрать. Подальше, так, убираем, вот, смотрите. Конечно же, в первую очередь меня привлекает здесь сам и флакон, и оформление коробки. Просто великолепное оформление. Хоть я не любитель такой, вот знаете, ну, такой вот, знаете, вот такое что-то цыганское, ну, в понятном смысле, да, все такое вот золотое какое-то, вот прям, но все равно в этом есть какая-то своя красота, какая-то своя эстетика, и вот знаете, чем-то манят меня эти флаконы. Вот здесь у меня есть еще два других аромата из этой же линейки, о которых я уже рассказывала, но просмотров на этом видео почему-то мало, хотя я старалась описать их хорошо. Я сначала купила вот этот вот аромат The Lovers, обалденный, классный аромат, который очень сильно напоминает мне Труссарди Донну. Просто практически аромат один в один. И вот этот вот аромат Императрица, не знаю, почему я решила взять именно его, но по большому счету мне он показался клоном вот именно вот этой вот воды, но более разбеленный и совершенно нестойкий. Но в один день я решила распылить, попшикаться вот именно этим парфюмом, и хоть он не оказался каким-то просто термоядерно стойким, то есть он слетает с меня буквально за 15 минут, я не шучу. Но на работе я в течение дня ловила какой-то очень тонкий, приятный мускусный аромат, то есть, знаете, вот такой вот тонюсенький мускус с какой-то вот такой вот сладинкой приятной. И я грешу на этот аромат. Все-таки здесь какая-то есть своя интересная база, и у этого аромата практически нет плохих отзывов, что удивительно. Ну, я бы, наверное, написала более плохой отзыв, скорее всего, про этот аромат, потому что он совершенно нестойкий, и аромат практически невнятный для меня. Вот этот аромат, он более диффузный, более шлейфовый, он интереснее, он конкретнее, в отличие от императрицы, но я все-таки жду, что, возможно, когда аромат отстоится, он станет более стойким и устойчивым. Но если выбирать из этих двух, конечно же, Lovers будет впереди планеты всей. Давайте мы вот так вот их поставим где-нибудь вдалеке, чтобы они нам создавали вот такой вот антураж, да, задний фон. Итак, аромат The Sun тоже у нас должен быть цитрусовым. Флакон точно такой же, как и у этих других двух ароматов, здесь ничего такого нового нет. Тот же черный флакон с хорошей крышкой, который выглядит, ну, по-моему, это металл, если я не ошибаюсь. И давайте мы его будем распылять. Я вот здесь такие, знаете, импровизированные блотеры сделала, но нет у меня блотеров. Вот такие вот салфеточки. Мы сейчас его распылим и будем слушать. Кстати, распыление у этих флаконов достаточно хорошее, хоть и бюджетная цена. Итак, кстати, запаха спирта, ну, практически нет, как обычно бывает у бюджетных ароматов. Это, знаете, я не смотрела пирамиду, я не знаю, что есть там, какие компоненты и какие ноты. Я просто помню, что его сравнивали с Dolce & Gabbana Light Blue. Ну, знаете, вот сейчас на первый занюх что-то общее есть. Это такой, знаете, очень сильный цитрусовый свежак. Цитрусовый свежак. Пока что ничего сказать про него не могу. Наверное, база здесь, скорее всего, мускусная, насколько мне кажется. Это приятный, приятный аромат. И, знаете, мне кажется, этот аромат, не могу я его назвать каким-то сладким, потому что вот этот вот аромат, он более сладкий. И этот аромат тоже можно назвать сладко-цветочным. Этот аромат тоже цитрусово-цветочно-сладкий. Этот же аромат более спокойный в этом плане. Это такой, знаете, деликатный, но такой не какой-то кричащий цитрус. Приятный. И мне кажется, он вполне подойдет даже для мужчины. Ну, такого для молодого мужчины. Почему бы и нет. Что-то отдаленное есть такое, знаете, ну не то чтобы пенобритвенное, но, возможно, что-то близкое к мыльно-рыльному, я бы сказала. Но аромат очень приятный, и мне он что-то напоминает. Но не Dolce & Gabbana Light Blue, нет. От Dolce & Gabbana Light Blue я бы сказала, что здесь есть общее, именно вот это вот цитрусовое направление. И аромат холодный. Аромат холодный. Здесь нет никакой теплинки. Он не согревающий. То есть это, знаете, такие холодные, выжатые цитрусы, лимон, цедра лимона, мандарин, возможно, такой грейпфрут. Хороший, классный аромат. Пока что поставим его вот здесь. И посмотрим, как он преобразуется, трансформируется далее. И насчет вот этой линейки я могу сказать, то что их, скорее всего, нужно будет отстаивать. Потому что много я встречала таких отзывов от девчонок, то что отстоявшись они звучат намного лучше. И вообще, знаете, вот эта вот возня в плане отстаивания, неотстаивания, новой зари, это тоже такая вот вечная тема. Вот это вот присуще в основном именно бюджетной парфюмерии. И вот эти вот танцы с бубнами, они, если честно, меня иногда даже напрягают. Вот, честным словом, напрягают. И то есть вот так вот, чтобы аромат как-то носился хорошо. И вот то его нужно отстаивать в каком-то определенном месте. И там, я не знаю, чтобы было темно и прочее. То наносить нужно каким-то специальным образом. То есть, если мы берем какой-то простой люксовый аромат, там такой нету возни. То есть, ты нанес аромат и сразу им наслаждаешься. А в бюджетной парфюмерии, к сожалению, за счет низкой цены, возможно, приходится терпеть вот такие вот неудобства. Но я согласна, если мне аромат нравится терпеть эти неудобства, потому что вот этот аромат я просто обожаю. И для меня он заменяет ту же Труссарди Донна. Хоть и нельзя сказать, что это клон. Это не клон. Но неплохой такой вот аналог. Вот с таким направлением, вдохновленным Донной. Итак, Green Ceremony Watcher Stories. Это у нас российская компания, как мы уже тут поняли. Ух ты! Вот такой вот здесь флакон. А знаете, флакон-то неплохой. Но вот смотрите, тут видно уже сразу, что мне здесь не нравится. Здесь наклейка наклеена неровно. Это, конечно, мне не очень нравится. Хотя сам флакон очень интересный. Посмотрите, он такой вот, знаете, выпуклый, как шахматная клетка. И, в принципе, неплохо. Но крышка, крышка очень такая вот, знаете, дешевая, пластиковая. В отличие, вот, допустим, даже если сравнить здесь, здесь они прям не поскупились взять такую вот хорошую крышечку с утяжелением, металлическую. Скорее всего, мне кажется даже, что это металлическая. А вот здесь, вы знаете, самая простая пластиковая крышка. Ну, а что вы хотели за 500 рублей? Вот я не хочу быть какой-то такси не мерзоткиной, но я не понимаю тех людей, которые покупают ту же бюджетную парфюмерию или косметику, а потом начинают говорить, вот там крышка отвалилась, или там, я не знаю, флакон какой-то не такой, там или еще что-то не такое. То есть, если вы хотите какое-то высокое качество, то, я так полагаю, это нужно хотя бы смотреть в сторону люкса. В бюджетной парфюмерии вот эти вот все танцы с бубнами, связанные с отстаиванием, с нанесением или еще с чем-то там, вот с такими же крышками, вот на это все нужно смотреть с нисхождением. Я смотрю на это все с нисхождением, потому что если аромат прекрасный, я готова все вот это вот терпеть. Почему я решила вдруг взять вот этот вот аромат из этой линейки? А все потому, что нам обещали что-то свежее, зеленое. И акватичное, возможно. Я люблю такие ароматы. Да, вот здесь распыление уже похуже намного. То есть, он, знаете, так, знаете, не облачком и не таким вот пшиком распыляет, а таким, знаете, такой струей направленной прямо в вас. Ну, насчет наклейки я не буду придираться, хотя это не очень приятно получать вот такой вот флакон с кривой наклейкой. И вот тут вот еще какие-то потертости. Ладно, хотя сам флакон просто шикарный, я считаю. Итак, чем же нам пахнет зеленая церемония? Первое, что я хочу сказать, это... Кстати, нет запаха спирта. Нет, вообще никакого запаха спирта, по крайней мере, в моем флаконе нет. Давайте вам поближе поставим. Это травяной, свежий аромат. Но, в отличие от недавнего моего свежака, который я покупала, опять-таки, Карл Лагерфельд Флёр ДТ, там на старте есть такие, знаете, конкретные сочные фрукты, а потом вот эта вот вся свежесть, фруктовость, цитрусовость и чайность зеленая, она уходит уже в зеленые травы. А здесь зеленые травы идут сразу в бой. То есть травы здесь, знаете, я бы даже сказала, довольно-таки натуралистично переданы. То есть насколько максимально может передать бюджетный аромат вот эту вот свежесть трав, настолько он и передает ее. В общем, свежий, травяной, сладковатый, немножко терпковатый аромат. Причем, знаете, нельзя сказать, что это какой-то вот только травяной аромат. То есть здесь есть какие-то цветы, я их чувствую, потому что есть сладость. Но я совершенно не чувствую никаких фруктов. От слова совсем. То есть вот, возможно, если я не ошибаюсь, здесь... Кстати, тут не написано нигде. Возможно, здесь есть что-то цитрусовое, но я не так хорошо их ощущаю. Если цитрусовое есть, то это, скорее всего, цедра. Либо цедра лимона, цедра апельсина или грейпфрута, но не сама мякоть этого фрукта. Знаете, вот такой вот приятный аромат. И мне еще здесь пахнет мятой. Если говорить об ассоциациях, то для меня это свежескошенная трава. Вот когда летом косят траву, и свежескошенная трава, она выделяет какой-то определенный фермент. Я забыла, как он называется. И поэтому идет такой вот, знаете, конкретный, очень такой вот буйный запах вот этой вот зелени. И для меня вот это вот конкретно вот такой вот аромат. Приятный и спокойный. Он спокойный. То есть здесь у нас вот такие вот цитрусы были, да, хоть я и сказала, что это спокойный цитрусовый аромат. Но по сравнению вот с этим ароматом, с этим флаконом, здесь все-таки более спокойная такая вот свежая зарисовка. Приятный. Мне нравится этот аромат, но буду ли я носить такое? Знаете, наверное, сейчас, осенью, зимой, я бы, наверное, такое носить не стала. Мне кажется, такой аромат хорошо бы подошел на жаркую более погоду. И мне кажется, он, скорее всего, не будет каким-то суперстойким. То есть он очень быстро уже затих. Насчет вот подложки. Подложка какая-то, знаете, невнятная, если честно. Я не могу сказать, что там есть. Потому что вот эта вот травность, она настолько яркая, настолько сильная. Самые сильные ноты здесь. Потому что я не могу сказать, дойдет ли этот аромат еще до базы. Ну, в общем, мы подождем. Но в целом мне нравится. Я могу сказать, что мне это нравится. Несмотря на то, что... Я не могу сказать, что я люблю вот именно такое направление травных ароматов. До этого, в предыдущем видео, я говорил, когда вот я распаковывала и показывала вам сады на Ниле, сад на Ниле, я говорила про аромат Аквалегория Херба Фреско, по-моему, да. Мне этот аромат вообще не понравился. Вот он был такой, знаете, прямолинейно-травный. И для меня он показался какой-то, ну, уж слишком натуралистичным. В плохом смысле. То есть мне не хотелось бы так пахнуть, как просто свежескошенная травка. И я не знаю, может, я скажу какую-то крамольную мысль, но вот здесь вот эта вот свежескошенная трава, она звучит намного интереснее. Потому что здесь вот такая, знаете, вот... Что-то чай, кстати, начал раскрываться, кстати. Здесь вот эта вот свежескошенная трава, смешанная с цветочками. Как будто вместе с травой скосили еще и цветочки. И какая-то пыльца присутствует. И прохладная мята. Аромат тоже могу назвать холодным. И... Да. Что-то чайно-лимонное тоже есть, но вот совсем-совсем где-то на задворках. И полная противоположность всему этому. Кстати, посмотрите, у нас и тут птичка, и здесь птичка. Это аромат от Paramore Oriental Tales. Вообще у Paramore, я посмотрела, там достаточно много... Ароматов оказалось. Я так поняла, что там все по линейкам у нас разбросано. Посмотрите. Посмотрите, какой шикарнейший флакон. Я недавно поняла в ходе всех вот этих вот парфюмерных историй, что оказывается для меня упаковка имеет огромное значение. Так, моя салфеточка куда-то убежала. Сейчас давайте-ка я немножко прервусь, я ее найду и вернусь к вам. Итак, я к вам вернулась. У меня тут запершило горло. Видимо, слишком хорошо искала эту салфетку. В общем, салфеточка нашла, и жива, невредима. И насчет флаконов у меня, знаете, произошел такой определенный инсайт. Вот, оказывается, для меня очень важно, какой флакон я держу в руках. И не в обиду всем аналоговым флаконам номерной парфюмерии, которые я тоже люблю и уважаю, все-таки держать вот даже пусть такой вот флакон недорогой парфюмерии бюджетной или вот такой вот люкс, мне намного приятнее, чем покупать какие-то безликие флакончики, у которых, можно даже сказать, нет души. Вот приятно вот так вот, даже вот такой вот недорогой, простой, лаконичной формы флакон, в который люди просто не поленились создать вот такую вот красоту. То есть это вот все, знаете, это все ощущается руками. И вот этот вот даже колпачок пластиковый в виде короны меня не смущает, хотя я не люблю такое в жизни, но на флаконах мне такое даже, ну не то чтобы может понравиться, но меня это в какой-то степени даже привлекает, потому что это уже настраивает на какой-то определенный лад. У меня тут запершило горло, поэтому не обращайте внимания, если мой голос стал каким-то не таким. Классное, кстати, распыление. Распыление очень хорошее. И вот эти вот флаконы, они мне напоминают линейку Нью-Йорк. Я говорила о линейке Нью-Йорк от парфюм Константин из Вайлберис в своем видео, которое набрало, кстати, достаточно большое количество просмотров. Итак, аромат обещают, что будет сладкий, тягучий, шоколадный, возможно, даже какой-то карамельный. Я не люблю такие ароматы вообще. Но почему я вдруг решил его взять? Ну, потому что я сейчас уже не только покупаю ароматы чисто для собственного удовольствия, но вполне и для того, чтобы набраться какого-то парфюмерного опыта. Чтобы мой ольфакторный опыт не топтался на одном месте среди зеленых, свежих, цитрусовых ароматов. Я всегда буду любить это направление, но все-таки нужно двигаться дальше. И в сторону сладких ароматов я уже сделала свои подвижки. И про сладкие ароматы у меня уже есть видео. И знаете, все-таки есть такое, что ты начинаешь любить то, с чем ты сталкиваешься часто. Но при этом, при всем, я могу сказать, если есть какой-то компонент или ингредиент в духах, который мне неприятен, я никогда не полюблю этот аромат. А все-таки такие вот ванильные, сладкие, шоколадные ароматы плюс-минус, они нравятся куда большему количеству людей, чем, например, тот же мускус или какие-то тяжелые амбровые ароматы. Здесь аромат должен быть сладким. И давайте-ка мы его протестируем. Да, он сладкий. Он очень сладкий. Но, если честно, я ожидала куда большей сладости. Не то, чтобы он не оправдал моих ожиданий, но он вполне оправдывает свое название «Арабская ночь». Потому что, если бы я услышала шлейф этого аромата где-нибудь в каком-нибудь месте, на улице там, наверное, или еще где-нибудь в помещении, я могла бы спокойно предположить, что это что-то арабское. Вот здесь, знаете, сейчас я попробую здесь описать, что я чувствую. Первая ассоциация, которая у меня сразу вылезает, это шоколад. Причем шоколад, скорее всего, наверное, шоколад, скорее всего, темный. Здесь, знаете, вот что-то я не могу понять. Какая-то база здесь. Не могу сказать, что это. Но, может быть, это что-то амбровое. Ну, что может быть? У нас либо деревяшки, либо мускус, либо амбра. Ну, что там еще может быть? Мне кажется, это что-то амбровое. Но при этом, при всем, он не густой, как я ожидала. То есть, вот у меня есть аромат Яра, у меня есть аромат Факхар от Латафа. Вот там прям, знаете, сразу чувствуется прям вот такой ох. Знаете, вот такая вот раз и все. Вот прям во всей красе себя сразу показывает аромат. А этот аромат более такой водянистый. Хоть он и сладкий, но он такой, знаете, водянистый. В том плане, то, что он не давит какой-то своей густотой. Он такой, знаете, вот как сладкий зефирный ветерок. Ну, я вот кроме шоколада, я ничего здесь не чувствую. Это вот чисто для меня шоколадный аромат. Может быть, здесь есть что-нибудь про сам аромат? Нет, здесь про ноты. Вот, кстати, знаете, у Бракара, у них очень удобно то, что на самих упаковках сразу идет пирамида от самого производителя. И это очень удобно, особенно, когда снимаешь вот такие вот видео, когда ты покупаешь ароматы вслепую. Еще мне, знаете, здесь какой-то дымок появился. Дымок, причем дымок не такой вот, знаете, противный горелый, а дымок от, знаете, вот такое ощущение костра, либо камина, как будто бы я вот сижу рядом с камином. И от камина, от огня, который играет в этом камине, идет такое вот тепло, такой вот, знаете, и такой вот запах, знаете, вот горящего дерева, вот этих вот поленев. И я пью какао. Еще плюс закусываю это все с шоколадкой. Либо просто пью горячий чай с молоком, как я люблю, с шоколадом. Да, вот прям, знаете, вот ощущение тепла и горящего огня. Вот не дымка, а именно горящего огня. И это вот тепло, оно прям, знаете, так хорошо считывается. То есть, получается, вот этот вот аромат, он полностью противоположен вот этим вот двум, потому что здесь, знаете, здесь прям холод, свежескошенная трава. Возможно, даже какой-то дождик в летний зной. Здесь у нас тоже такие холодные-холодные цитрусы, свежий ветерок. Да, это вот прямо два вот таких классических свежачка, травяной и цитрусовой. А здесь прям тепло. Я вот прям чувствую это тепло, и его будет очень приятно носить в холодную погоду. Однако, все-таки это не мое направление, и не могу сказать, что мне этот аромат как-то сильно понравился. Буду ли я им пользоваться, покажет время. Но в целом оказался он намного лучше, чем я ожидала. Я дам ему время тоже успокоиться, постоять у меня в шкафу, и, возможно, в какой-нибудь день я его надену. Но, если честно, это не совсем мое. Ну, вот, знаете, очень удивил меня он тем, что здесь очень хорошо передано вот это вот тепло. Костра, тепло, камина. Это действительно очень интересно. Я не знаю, какая он вот это может передавать. Но, тем не менее, действительно необычно, очень необычно. Так, а вот здесь давайте-ка посмотрим. Сейчас вот он уже немножко трансформировался, и он превратился в такую вот дымку, зеленую дымку. И как будто что-то есть водное, слегка водное, водяное, но совсем слегка. Это не река, не океан. Это такое, знаете, вот маленькое озеро, скорее, для меня. И все-таки он уходит в такую уходово-мыльно-рыльную историю. Да, есть. И свежесть мяты, свежесть мяты чувствуется. А вот здесь, смотрите, уже пошла интересная игра. Он трансформировался. Вот сейчас я прям чувствую такой вот приятный, красивый мускус. И уже он стал теплее. Это уже скорее цитрусы на солнышке, потому что вначале он такой, знаете, такой холодный воздух цитрусовый, да, корка лимона, корка апельсина. А сейчас он стал мягче, нежнее. Но при этом не потерял какой-то своей свежести. Он остается свежим, но таким более обволакивающим, мягким. Очень классный аромат. Вот это вот прям мое. Действительно супер. Этот аромат уже намного интереснее, чем вот эти вот два. Ну, к слову сказать, он и стоит дороже всех. Вот это вот у нас 799, это около 500, и это тоже примерно где-то 500 рублей. Но здесь у нас 100 миллилитров, а здесь 50, и здесь, и здесь. Нет, вот этот прям супер. Вот этот прям в моем стиле. Вот Green Ceremony, знаете, это все-таки на любителя. Я бы вам все-таки посоветовала его протестировать перед покупкой. У меня такой возможности, к сожалению, не было, но я вот делюсь своими впечатлениями. Что я думаю? Он, знаете, мне кажется, он даже подойдет очень хорошо и для мужчин. То есть он чем-то напоминает издалека совсем такую пенобритвенную историю. И даже чем-то напоминает мужской диздорант. Но в более-менее таком хорошем смысле, насколько это можно сказать. Да, интересный аромат. Очень интересный, свежий, зеленый. Но не тоже, знаете, несмотря на то, что я люблю свежаки, то есть не совсем моя история. Я его отложу, скорее всего, до лета. Кстати, вот хотела отметить, какая здесь все-таки красивая лаконичная коробочка. Мне вот такой вот нравится. Еще мой самый любимый нежно-голубой оттенок. Ну и еще мое мнение. Еще раз. Знаете, вот сейчас он стал... Вот это вот ощущение теплоты от костра и камина, оно стало еще сильнее. Наверное, здесь есть амбра, если я не ошибаюсь. И он еще мне напомнил какие-то конфеты. Конфеты, такие, знаете, вот развесные какие-то конфеты. Либо что-то вот, что-то связанное с какими-то восточными сладостями. Ну, знаете, на любителя. Вот этот аромат на любителя. Если вам нравятся какие-то сладкие ароматы, возможно, он вам подойдет. Но сейчас, вот на данный момент, я могу сказать, что это не совсем моя история. Если разделять все сладкие ароматы, мне в сладких ароматах больше всего нравится нота карамели. И, ну, не ванили, но вот такое вот мороженое, да, лактонный такие вот ароматы. Здесь же все-таки превалирует нота такого горького темного шоколада, что не совсем мое. А в каких-то моментах для меня это даже может быть немножко тошнотворным. Вот такой вот у меня вердикт получился по сегодняшним ароматам. Конечно же, первое место, если я буду определять, и для меня будет аромат номер один, это The Sun. Я им точно буду пользоваться. Просто классный волшебнейший аромат. И очень красивый, такой вот красивый след. Красивый шлейф здесь, мне кажется, будет. Действительно, очень клевый аромат. Носить, мне кажется, можно и зимой, и летом спокойно. Потому что здесь нет каких-то слишком искрящихся, холодных цитрусов. Нет, вполне подойдет и на каждый день. Вот этот аромат у меня будет на втором месте. Но, тем не менее, мне как-то... Меня очень плохо его на себе представляю. Возможно, я отдам своим мальчишкам. Может быть, им этот аромат больше понравится. Но, девчонки, тестить надо, тестить. Все-таки, брать вот так вот слепую, как я взяла, все-таки я бы не стала. Ну и третье место. Arabian Night. Очень сомневаюсь, что я им буду пользоваться. Однако, я им дам шанс. В какой-нибудь холодный зимний день я его нанесу дома. На работу я бы, наверное, такое носить не стала. Для меня это слишком вот такой вот шоколадный. Возможно, здесь почули есть, что ли. Вот эта вот нотка теплого дерева, горящего, это просто самое необычное, что я встречала за последнее время. Ну вот и все, что я хотела вам сегодня показать, рассказать. Поделилась своими мыслями об этих ароматах. Покупать или нет, решайтесь сами. Однако, вполне они стоят вашего внимания. Ни у одного из этих ароматов нет чего-то, знаете, чересчур неприятного, что могло бы просто оттолкнуть, развернуть. А вот эти два аромата, это просто шедевры в бюджетной парфюмерии. Я не побоюсь этого слова. Если вам нравятся свежаки, вот присмотритесь к этим ароматам. Это просто одно из самых лучших приобретений за последнее время среди цитрусовых ароматов. Всем спасибо, всем пока. Пишите комментарии, были ли у вас эти ароматы. Особенно меня интересуют вот эти вот два аромата. Как вы к ним относитесь, как они носятся, какой шлейф. Все технические характеристики можете написать в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мне очень важна и интересна обратная связь. Это меня как-то мотивирует снимать дальше ролики. У меня есть определенный план, что снимать дальше. И поэтому я буду очень рада, если вы все-таки не поленитесь. И может быть даже зайдете ко мне на телеграм-канал и подпишетесь. А на сегодня всем пока, всем счастливо. До следующего видео.